Доброго трямса, мои зелёненькие братишки и сестрёнки. Я вот сидел, думал, возможно, пропустить эту атаку, но это же фигня какая-то, какие-то рапторы пришли и вся фигня... Ну, блин, это было много раз. А тут потом смотрю... Это было, конечно, много раз, но в те разы у нас была дверь вот здесь. У нас, сука, были двери вот здесь, вот здесь... А, здесь не было дверей. Короче, у нас были двери, как минимум, ребят. А сейчас их у нас нету. И это, в общем-то, является проблемой. Ну, по крайней мере, может быть, вот эту дверь мы успеем доделать на самом деле. А что там надо? Электронные компоненты, компоненты. Ну, давайте здесь поставим хотя бы вот такую деревянную дверь, тупо. Всем поставим ограничение сейчас периметр. Вот так, да, Гринни, ты можешь сделать? Это в неразрешённой зоне действия сети. Блин, ну, что за фигня-то? Вот так. Гринявый, вперёд. Вот, работайте над этой дверью. Я надеюсь, что ты успеешь. А все остальные у нас занимают места согласно купленным билетам. Давай, Джереми, занимай место тут. Блин, только вам секундочку. Вам надо поставить всё-таки зону базы. Ну, некоторым, по крайней мере, из вас. Кристалл, всё верно. Ты идёшь туда, куда и направлялась. Зака-зака, давай сюда подтягивайся. Тапок, да, подтягивайся. Станешь за гранатомёт. Кстати, да, и тебе тоже надо обязательно поставить сразу же зону базы. Пончик, иди сюда. Да, в общем, мы сейчас зовём сюда всех, у кого есть хоть какие-то пушки автоматические, потому что нам надо по максимуму огневую мощь поднять. Гринни у нас занят. Рила, давай вот сюда. Здесь ты нам тоже очень сильно понадобишь. Ну, как-то так. У всех остальных, все остальные свободны. Главное, чтобы Гринни сейчас у нас успел доделать вот эту дверь. А он такой, сука, быстрый, что просто не спастись. Они, я боюсь, что могут успеть добежать куда-то. Уже все стрелять начали, как бы, на секундочку. Гринни, давай быстрее, а? Эм, ням-ням. Джереми, как он там? Сука, как он там оказался, блин? Вообще озверить можно. Давай неприцельный выстрел. Я думаю, что вам, ребята, тоже всем неприцельный выстрел надо поставить было. Ой, ой-ой-ой. И давайте сюда подтягивайтесь. Так, ну, вроде бы всё нормально. Здесь успели дверь достроить, так что... На базу они прорваться не должны. А вот это уже проблема. Так, все живы, все здоровы. Давайте вот эту тварь мы сейчас убьём, потому что он пытается прорваться вовнутрь. Тапок, у тебя нету пушки. Я-то думал, что ты балбес. Что ты балбес. Господи. Так, а вот дробовика у нас тоже нету, конечно же, да? Потрясающе. Просто, просто замечательно. Заказать. Так, вы все снайперы. Вы все долбаные факин снайперы. Так, Тапок, уходи оттуда. Нечего тебе там делать. А то эти говнорицы сейчас прорвутся вовнутрь. Вот, сейчас у нас здесь гост начнёт раздавать. Здесь они у нас внутрь вроде бы не собираются. Хотя можно на самом деле поставить какого-нибудь балбеса типа гринни вот сюда. Вот у него тоже есть пушка. И он отобьётся оттуда. В общем, да, вот из-за моей забывчивости возникают вот такие вот нехорошие проблемки. Руки, ноги, уши. Похи. Чего, блин? Некоторые вот эти надписи на самом деле просто огонь. И нам надо будет сразу же. Давайте мы, давайте сразу прям буквально вот прямо сейчас мы поставим сюда дверь. И потом её сразу же сделаем. Как только вот буквально сможем. Что там, много осталось? Что, всё вроде бы? Вроде всё. Никто больше нигде не бегает. Вроде никто нигде не бегает. Добиваем всех этих товарищей. Выживших остаться не должно. И так, всем не ограничено. Питомцев можно не трогать. Мы их и не трогали. Свободны. Единственный момент, ребята. Я хочу сделать... Нам надо будет много всего убирать. Я хочу сделать метлу. Она делается из деревянных, в принципе, из любых. И пофигу совершенно, кто её будет делать. Давайте две штуки сделаем. Чифецкий. Давай, быстро изготавливай. А мы в назначениях посмотрим, кто у нас будет этим заниматься. Я думаю, что мы вот визу сейчас выдадим, эту самую метлу. Метла. Так. И кристалл. Кристалл тоже выдаём, соответственно, метёлочку. Не И, а М. Из-за этого здорового микрофона ни черта не видно клаву. А как бы... И главное, не видно твоих рук. Ты даже умея вслепую печатать, почему-то начинаешь косячить. Вот такая вот фигня. Дальше что, соответственно? Соответственно, нам неплохо было бы, помимо того, что вот это мы сейчас отсюда должны унести, нам неплохо было бы ещё сталюгу перетащить, сделать компонентиков. Ребята, кто-нибудь перетащит, нет? И, да, донастроить наших ребяток. Виз у него уборка и так на двойке стоит. Давайте кристалл тоже на двойку поставим, чтобы побыстрее работал. Гоуст. Тут где-то должна сталь лежать. Вот она. Перенести стальной сплав. Бегом. Нам надо сделать много компонентов. Потому что мне нужны компоненты оружия, которых у нас маловасто будет. Чифецкий. Ты у нас поесть, поспать. Все дела. Это правильное решение. Так, задача завершена. Сделать метлу. А, подожди. Всё, что ли? Обе сделал? Красавчик вообще. Так, Виз спит. Кристалл. Кристалл тоже спит. Все спят. Да. Просто базу загадили до такой степени. Как бы вот этого плюшевого белого медвежонка бы научить, бы тут убираться нормально. На самом деле, его на спину перевернул. Один раз вот здесь проехал, и всё чистенько. Но не судьба. Так, ребятушки. Кому можно получить? Поручить вот сюда вот поднести материалы, чтобы Гринни всё это быстро доделал. Давайте, наверное, Визу поручим. А то Гринни у нас таскает сейчас всё очень медленно из-за этих механических всяких этих паразитов. Так, дальше что? Мне совершенно не нравится, как вот эта хрень здесь стоит. Мне кажется, что она здесь нифига и не стреляет нормально. Куда бы её воткнуть-то? Давайте, наверное, блин, отсюда перезаряжаться будет неудобно. Не, вот сюда всё-таки поставим, потому что здесь, ну, не нравится, как она здесь стоит. Неплохо было бы ещё вот этот блок на самом деле поменять на амбразуру. Хотя бы один сейчас поменять по-быстрому. Тётя Ханя у нас спит. Надеюсь, как очнётся, сразу приступит к делам. Что у нас с персиками? Так, персики, персики в порядке. Но их надо собрать. У нас по ограничениям всё не ограничено. Блин, вот ребята, реально рук не хватает. Вы мне говорите, в болото переделать? Обратите внимание. Сколько уже серий назад-то я назначил вот это всё в переделку? Что-то изменилось? Ни хрена не изменилось. Ничего до сих пор не сделали. Грусть, печаль, беда и сплошное разочарование. Видимо, надо контролировать их прямо вручную. Тогда, может быть, что-то изменится. Так, значит, Чефецкий у нас всё ещё спит. Рози. Рози, боеприпас. Это клёво, конечно. Брось каку. Нам надо больше механизмов. Больше механизмов. Дальше что? Нам нужны будут... Ну, вот эти детали тяжёлого оружия мы можем сделать сейчас уже. Также нам надо будет сделать оружейные детали. Там по пять штук делается за раз. И они до хрена дорогие. Просто охренеть какие дорогие. Сверхпрочные мы запрещаем. Так, ну эти у нас уже запрещены. Титан, соответственно, тоже. Стальной сплав разрешён. Бронза разрешена. Альсифер. Ну, давайте запретим. Короче, они охрененно дорогие. Но нам надо, в принципе, сделать не так много. И есть ли у нас ферротитанчик? Я бы хотел бы, честно говоря, сделать именно из него. Слушай, а где? Если он у нас и есть, то он лежит где-то непонятно где. Куда-то, что ли? А, 120, да. 120 ферротитана. Тёть Ханя, нам надо вот этот блочок поменять. Чего? Нету прохода? А ты на колючку встать не можешь, конечно же. Ой, ладно. Придётся тогда менять... Ой, менять. Ну да, менять вот эти вот блочки. Лучше тогда все сразу пять выкапывать. И придётся проконтролировать сразу же. И проконтролировать вплоть до того момента, когда они это всё полностью сделают. Вообще, всю эту линию оборону, по идее, надо переделывать. То есть, она вся отстойная. Как я уже говорил, это временная линия обороны. Надо её будет очень сильно усовершенствовать. Потому что то, что сейчас есть, это дно абсолютно. Абсолютно донное дно. Ну, я говорю, есть очень много других нужд. И именно поэтому, как бы, ну, никак пока руки не доходят. Элементарно. Я говорю, даже выкопать там кое-где кое-что не могу до сих пор. О чём вы говорите? О какой линии обороны тут можно вообще говорить? Так, и вот здесь вот, мне кажется, надо сместить стенку. Потому что, ну, как-то, как-то неправильно. По-моему. По-моему, как-то неправильно. А, стопэ, какой мрамор. Какой мрамор, забудьте. Забудьте о мраморе. Только железобетон. Только железобетон. Мы будем суровыми. И надо кому-то поручить. Вот тебе. Ты меч и шпаткова, вот давай-ка ты... Не-не-не, блин. Надо было не работать, а поднести. Грини красавчик. Занялся почему-то уборкой. Непонятно почему, но занялся. Отлично. Ну, ты просто, просто молодец. Сразу ты не мог поднести всё. Действительно, зачем? Зачем подносить всё? Мне это не нравится. Давай, подноси материалы сюда. Гоуст. Понятно, ты рапторов носишь. Тоже, в принципе, занятие нужное. Пончику надо, наверное, поручить всех этих рапторов сейчас переработать. Да, было бы на самом деле очень неплохо. Давайте-ка мы разделать тушу. А у нас разделать тушу, между прочим, здесь стоит. Какого? А, фруктовый йогурт у нас впереди планеты всей. Не-не-не, давай-ка мы разделку туши всё-таки сделаем. А то таскать их скоро будет некуда. Сейчас разделаем и перетаскаем всё месецкое. На палеты будет намного-намного удобней. Так, виз, ты всё ещё таскаешь. Не, ну молодец, конечно. Как у нас тут? 8-8, 2-8-8. Всё, можно сюда уже отправлять какого-нибудь бойца невидимого фронта, чтобы он всё это дело быстренько доделал. И, я говорю, стеночку надо, наверное, сместить вот сюда. Поставить сюда сразу автоматическую дверь. Ну, хоть какая-то переделочка обороны в лучшую сторону у нас будет таким образом. Чиф, что у нас там по компонентам? Значит, у нас есть один компонент тяжёлого оружия, и у нас есть 8 оружейных деталей. А надо, по-моему, 17, если не ошибаюсь. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Так, итого у нас есть 18, да? Сможем мы сделать сейчас? Да, мы сможем сделать ещё одну детальку КПВТ. Красавец. Будет... Так, что это за пролаги такие непонятные? Я уже испугался, что уже к нам пришли гости, а мы не готовы. Так, Зака-Зака, вы уверены? Качество 54? Да. Не самая лучшая, мне кажется, тема. Странное затмение, и к нам пожаловал Баргист. Но Баргист нам не страшен, пускай он тусит там, где тусит. Я надеюсь, что он нам ничего не сделает. КПВТшку мы, наверное... Слушайте, ну её тоже надо сюда ставить куда-то. Все патроны-то у нас здесь. Можно её поставить вот сюда. Теоретически, она отсюда должна будет простреливать всё, что только можно. Защита. Пулемёты. КПВТ. Подожди, а куда вы дели? Фера Титан. Почему у нас его чистится 84? Эм, нет, ну нам в любом случае хватит, конечно. Но у меня такое смутное ощущение, что мы куда-то просрали некоторое количество правильных ресурсов. Половянный 84. А на что мы могли просрать-то? Я же вроде бы Фера Титан. А мы ничего такого не делали. Делал... Так. Тут ничего. Ну тут уж точно, наверное, ничего. А на что я мог уфакать Фера Титан? На оружейные детали мог. Да не мог, сверхпрочные все запрещены. А, или вот здесь. Сука. Ну да, вот сюда я и спустил Фера Титан. Да, вы мне, по-моему, даже писали об этом? Ну, точнее... Нет, вы мне писали не об этом. Вы мне писали о вот этих боеприпасах. Здесь тоже были... Не отменены Титан, по-моему, здесь был разрешен. Короче, да. Компоненты я тоже сделал из Фера Титана. Ну что, нормально. Будет прям мощный, мощный пулемет будет. Огонь! Сука! Гринь, гринь, ты балбис. Давай быстренько вот эту амбразурку тоже заканчиваем. И я так буду себя чувствовать намного суше и комфортнее. И вот здесь вот мы тоже ставим, соответственно, стеночку. Сюда мы с вами поставим сейчас автодверь. Хотя, по большому счету, надо было бы дождаться следующей технологии строительства и поставить сюда уже бункерную дверь. Это было бы более верно. Так, а вот это нам надо, наоборот, разобрать. Давай, кстати, коли ты здесь бегаешь, давай мы это все дело сразу и разберем. Давай-давай-давай, гринь. Потом пойдешь у нас курить бамбук там или что ты там собрался делать. Отдыхать, короче. Есть контакт. Дальше. Соответственно, что тут у нас? Полы надо бы доделать. Светлый или темный? На какой плитке кровь меньше видно? Я, честно говоря, не помню. Так, и кто-то у нас здесь явно хреново работает. Ни черташ себе! Вот это, блин, вот это да! Вот это поворот! Нормалды так, че? Так. Падение неизвестного космического объекта. Но это не так интересно. Хотя, в принципе, я заметил, что там действительно довольно много в последнее время было полезных вещей. То есть мне раньше как-то больше всякое говно попадалось. А сейчас более-менее ничего. Так, этапок. Тащи-ка ты медный сплав на базу. Вообще все вот эти ништяки надо бы на базу перетащить. Но никто не хочет этим заниматься. Надо пометить это все на срочный перенос. И убрать отсюда парочку деревьев. Так, линию обороны у нас кто-нибудь будет делать вообще? Нет? Поднести сюда материалы. Рози, бедная, пробегала мимо по каким-то своим делам и, блин, попала. Что называется. Вот это тоже отсюда уносим. Кстати, а че у нас там с рисом-то? 612. Ну, мы, мягко говоря, в плюсе. Че я могу сказать? По-моему, надо нашим ребятам снова поручить переноску на единичку поставить. И чтобы они прям все перетаскали по местам, где это должно лежать. А потом, может быть, и уборку. Так, что мы тут можем сделать? Значит, у нас можно было бы как-то сохранить им общий пресет, вот этот вот, для всех. Было бы замечательно. Но общий, к сожалению, нельзя. То есть, фиг запомнишь, кто у нас там должен был носить, кто у нас не должен был носить. Давайте мы сейчас хитрозадо-хитромудро поступим. Сейчас сами на единицу поставим всем тем, кто носить не должен был. А всем остальным оставим. Так как это должно быть. Правда, блин, потом все равно кучу всяких перещелкивать пунктов. Ну, окей. Все, понеслись, ребята. Понеслась работать. Арбайтен. Опять мне сейчас кто-нибудь обязательно поправит мое неправильное ударение на слове Арбайтен. Да и плевать я хотел. Господа, я английский-то не знаю. Вы хотите, чтобы я немецкий знал? Зайцы мигрируют. Нет, спасибо. Нам рапторов хватило уже. Не хватало, чтобы нас сожрали еще зайцы. Так, это мы отсюда убираем. И пока они там таскаются, давайте вторую скорость поставим, чтобы меньше подлагивало. Потому что все-таки подлагивает. Так. Так, игра сама по себе не тянет. Движок. И, 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 и. Значит, сюда ставим амбразуры. Водушевление красноречием. Офигеть, не встать. И дальше обычные стенки. Сюда, сюда. А также полы. Природный камушек. Соответственно, вот здесь вот. Нам надо вообще потратить по максимуму этого сраного мрамора. Блин, мне бы на стриме столько мрамора. А здесь бы столько сланца. А то у нас 142 сланца. Как-то вообще ни о чем. Что, перетаскали? Ну, почти. Кстати, вот этих товарищей, пожалуйста. Ох, нифига себе тут их. Офигеть. Тут даже выставив на единичку всем переноску, мы все равно будем долго-долго ждать. Так, сюда все принесли? Все принесли. Давайте, Гринявый, иди. Подойди сюда, пожалуйста. И дострой наш мега-пулемет из ферротитана. У нас теперь будет два КПВТ, причем один нормальный. Второй, правда, блин, из Сталюги. 255 ХП у него. Сейчас посмотрим, сколько у ферротитанового будет. Так, у ферротитанового 550. В два раза больше. Ну, я считаю, что это нормальный результат. Было бы неплохо, кстати, еще занять его и, да, зарядить. Вот это очень правильная мысль. Так, все заряжено. Ну, блин, не все заряжено. Гринявый. А что так слабо-то? Ну-ка, давай-ка. Перезарядочка. Так, полностью. Вот теперь полностью. Теперь молодец. И дверь теперь осталось тоже сюда запилить. Дверь мне запилил. Запилил, молодец. Теперь что дальше? Дальше мне хотелось бы, на самом деле, вот здесь тоже поставить автоматическую дверь. Потому что неавтоматическая дверь очень сильно тупит. И иной раз это может как бы, ну, аукнуться, мягко говоря. Поэтому для начала мы поставим здесь электричество. Ну, а дальше посмотрим. Прилив сил у чифа. Так, силы у чифа это замечательно. Нам бы со строительством наконец-то разобраться. С выкапыванием, с переноской, блин. Ну, ладно, сейчас мы разберемся с переноской. Перенесем вообще все, что только можно было. Вот, все необходимое мы с вами переносим. Чиф, а почему ты этим занимаешься? Я стесняюсь спросить. Давай-ка ты... Подожди, ты в переноску не назначен, что ли, или что? Ничего не понимаю. Невозможно нести механоида. А, ну механоида, да, кстати. Механоида действительно невозможно нести, потому что надо предыдущего переработать. Там всего по паре влезает. Давай-ка, вот быстренько переработай этих механоидов, и сразу будет куда нести. Блин. Я сказал, механоидов переработай. Ну ладно, ты решил ко мне переработать. Тоже, в принципе, вещь неплохая. Давно пора. А то булыгана уже девать некуда. Кто-нибудь механоидов притащит, нет? О, вечеринка. Вечеринка! У Децела дома гуляет весь район, гуляет вся школа. Да. Все вообще? Нет, как обычно, некоторых товарищей нету. Ну-ка, давайте, подходите, Кристал. Тебя тут все ждут, между прочим. Правда, я все бухло продал не так давно. Это проблема. Какая вечеринка без бухла? Ну да ладно. Так, мы все перетаскали? А, конечно, все. Блин. А нельзя было вот какой-то другой вот... Это, как я понимаю, он хочет сюда что-то принести, и поэтому он решил убрать дерево. Другого объяснения просто нету. Нельзя было кому-то другому это поручить? Да что ж вы, блин, издеваетесь все надо мной? Ой, кошмар. Так, отсюда все перенесено. Ну, я думаю, что да, ребята. Я думаю, что здесь можно обратно выставлять всем восьмерочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то долгий, блин, процесс. Ну, просто иначе мне никак не запомнить, у кого были единички, у кого были четверочки. У кого были восьмерочки, это проще. Так, Кристал, ты свободна на самом деле. А вот лучше бы ты... А, тут все уже прибрано. Нифига ты молодец какая. И теперь мы быстренько закончим, я думаю, что со строительством. Кстати, а вис у нас что? Я думал, он в первую очередь переносчик. И... Хм, интересно. Я думал, он уборщик-переносчик, а он, оказывается, еще и строитель. Хорошо. Значит, давайте сюда мы сразу с вами постравим двери. Я все время об этом забываю. Дверь вообще такой для меня момент. Постоянно я о ней забываю. Чиф, иди сделай компоненты. И сейчас мы Грине поручим сделать эту дверь сразу же. Как только появятся компоненты... Молодец. Подожди. По-моему, он... Молодец. Я хотел сказать, что молодец. Ты пошел делать дверь. А, сейчас. Мечтун. Мечтун Грине. Реально мечтает о том, что Грине будет работать. Так. Ну и тем временем, пока Грине спал, кто-то сюда уже все принес, что было необходимо. Так. Да уж. Я хочу новый вот этот станок, но я не помню, какую технологию надо для этого исследовать. Конечно, не проблема. Через помощь можно посмотреть. Так. Ну, следующим у нас по плану, помимо, значит, КПВТшку мы сделали, неплохо было бы здесь вот замуроваться хорошенько, но я не знаю, как тут лучше это делать. Они же все равно будут здесь долбить, скорее всего. Даже если мы начнем здесь все замуровывать, они будут здесь все равно долбиться. я более чем уверен в этом. хоть раскопками реально занимайся. Ну, давайте, допустим, вот здесь вот тоже поставим. Пускай будет мрамор. Можно было бы из железобетона, конечно. Нельзя как-то обвалить здесь, не знаю, потолок, чтобы там все замуровало нафиг. Не, нельзя. Очень жалко, что нельзя. И какого лешего вот это все не достроено? Это уже тоже непонятно. Короче, куча заданий всяких есть, а как бы ничего не сделано. Так, подожди, а ты носишься тапок с разводным ключом, но при этом ты ни хрена не строишь. Джинниус. Гениальный ребенок. Так, это помещение у нас, ребята, с вами доделано. То есть здесь осталось только сделать стенки, пока тут потолки нафиг не обвалились. Давайте мы лучше все-таки их сделаем. Так, 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 так. Вот так, пожалуйста. Здесь у нас будет амбразурка, скорее всего. Так, амбразурки не будет, потому что... Так, ну-ка давай, подноси материалы. Попозже будет амбразурка. Давай вот этот блочок доделаем, а то мне что... Блин. Тетя Ханя, ну ты-то что совершаешь ошибку? Или у тебя тоже глаза нету? Давай посмотрим, кстати. У тебя только пальцев нету. Могла бы работать и работать, без проблем вообще. Пальцы это не глаза. Не настолько нужны вещи. И ведь, блин, не поспоришь. Так, давай-ка работать над светокаменной лампой. Так будет намного-намного быстрее. Потому что мне кажется, что это из-за темноты Ханя накосячила. И, блин, гринни. Чё тебе... Нужны доски? По-моему, здесь давно кто-то не работал. Точнее, давно никто не работал. Розе, забей. Забей на нефтехимию. Нам нужны доски. Подожди, в смысле? У нас 362 доски. Вы что, издеваетесь? Вот ведь жопа с ушами, а? Давай, доделывай, иди. Лампочку. Подонок какой, а досок ему нету. Никто работать не хочет. Ну, никто не хочет работать. Всё сам, всё сам, блин. Так, давайте мы сделаем вот так. И амбразурку в этот раз мы поставим одну и чуть выше. Вот сюда. Так, блочки давай уносим. И здесь ещё энное количество напольной плитки тоже надо положить. Вот так, пожалуйста. Ляпота. Это помещение завершено. Можно копать следующее. Я думаю, что нам где-то вот здесь вот можно будет делать склад всякой одежды, обмундирования. Вполне себе он сюда войдёт. Как-то вот так вот, наверное. Хотя там надо будет ремонтные станки делать. Придётся их делать, наверное, много. Да, то есть парочку придётся делать, если помещение будет не квадратное. Просто пока мы не сделали нормальный склад для хранения, нам не получится сделать и автоматическую систему переодевания наших ребяток. Опа! Ребята, удаление толстой каменной крыши. Ну что, сучка? Конец тебе, да? Области. Игнорировать. Подожди. Расширить доступ. Подожди. Нет, это не то. Это, блин, не то. А где? Здесь же раньше было. Расширить область без толстых каменных крыш. Вот так вот. Всё. Конец тебе. Гринни. Разобрать крышу. Главное, чтобы его сейчас не зашибло нафиг. Потому что такое вполне тоже может быть. Да ладно! Вот только одно меня интересует. Вот когда ты убираешь, точнее строишь толстую каменную крышу, там ресурсов надо. Какое-то невероятно, охренительно огромное количество. А тут вот раз и всё, да? Как-то халявой тут попахивает, однако. Давай мы разберём сейчас вот это вот безобразие всё. Вот этот блок отсюда, пожалуйста, уберите. И, по идее, теперь мы можем убирать вот эту вот кишку непонятную. Мне, на самом деле, столько всего надо сделать. Это просто рехнуться. Для начала, да, для начала надо уменьшить, так, расширить область без толстых каменных крыш. Для начала мы сделаем вот таким вот макаром, по всей видимости. Я даже не знаю, тут-то у нас как. Ничего, нигде не обвалится ни на кого. Ой, не знаю. Ребят, это вот... Вот разбирать вот эти все крыши, это такая жопа. Может, легко где-то что-то обвалиться. Надо очень быть, блин, предельно внимательным. Они же дятлы, блин, они не смотрят, где разбирают. Вот он здесь разобрал. Так, ну-ка, давайте-ка сейчас посмотрим. Как у нас тут что разобрано? Вот так вот у нас крыш нету. Хорошо, давайте уменьшить ещё крышу вот здесь вот. И так вот аккуратненько, по чуть-чуть, мы должны это всё дело разбирать. Иначе может где-то что-то обвалиться. То есть надо всегда смотреть, где у нас остался упор. То есть если вот здесь вот, допустим, разобрать, убрать крышу, то вот эта часть может рухнуть. А если она рухнет, то она может легко рухнуть на голову вашему колонисту. Поэтому смотрим, чтобы всё как-то это убиралось у нас очень-очень сильно аккуратно. Извини, Джереми, что я тебя так эксплуатирую, но... Я хочу здесь аккуратненько убрать все вот эти крыши. Так. Чтобы можно было разобрать эту сраную кишку. По идее, по идее, можно аккуратненько, наверное, вот это всё убирать. Так. Уменьшить зону толстых крыш. По идее, я надеюсь, что здесь всё не обвалится. Блин. Как всё стрёмно. Если я вот эту часть буду убирать, интересно, сейчас что-нибудь обвалится или нет? Э! Ты красавчик, конечно. Там твой кореш побежал. Ну, вроде как, вроде как всё нормалды, да? И вот этот кусочек тоже обязательно надо разобрать. Всё, теоретически вот это теперь мы можем всё спокойно разбирать. И ничего здесь уже не рухнет. Фух. Это было опасно. Не, на самом деле, это действительно было опасно. Я так терял колонистов. Бывало такое. Так. Рила у нас получает черту оптимизма. Замечательно. Оптимисты нам нужны. Особенно дурачки всякие, да? Которые улыбаются, когда полный звездец везде творится. Это же прикольно. Так. Все булаганчики мы тоже переработали. Ребята, что-то вы как-то занимаетесь не совсем тем, чем надо. И, наверное, нам надо бы сделать уже сундучки под кое-какие сплавы, потому что скоро они перестанут влезать. Значит, сюда, давай вот сюда, вот и сюда. Сбоку поставим ряд из трех сундуков. И в них мы определим олова, наверное. И олова. Олова, на самом деле, и этот самый. Стальгу надо будет тоже определить куда-то. Куда-то здесь. Нифига, он прям увлекся-то, парень. Почему ты, Ава, молодец? Вот этих товарищей. Блин, с них всего упало 16 сфера титана. Офигеть. Мы просто богаты. Так, Гринка разобрал потолок здесь. И это значит, что, по идее, можно аккуратно, очень аккуратно выкапывать вот эту стеночку. Причем выкапывать ее вот так вот. Потому что вот здесь вот у нас толстый потолок. И если я начну копать все, то он рухнет. Ну, есть такая вероятность, что он рухнет. Ну, часть-то мы, наверное, можем выкопать вот так вот, допустим. Сейчас тетя Ханя туда прибежит, наверное, работать. Короче, будем потихонечку модернизировать нашу линию обороны. Давно пора. И очень много еще всяких делов с этим связано. Итак, значит, здесь у нас будет олова. Оловянный сплав. 1900 у нас его. Здесь будет у нас стальной, как я понимаю. Стальной сплав, которого у нас всего 28. И чифа назначат... А, нет, чифа мы не можем напрячь. Давайте, наверное, Розе напряжем. Пускай она займется. Запрос торгового каравана. Не, ребята, запросы мы не принимаем. Хотите с нами торговать, приходите к нам в гости. Мы очень гостеприимные хозяева. Гвоздей хватит на всех. О, красавцы, смотрите. Все разобрал практически тапок. Молодец, девочка. И надо было, я не знаю, сандалеткой назвать как-нибудь. Или что-то типа того. А тут тапок. Так, когда нас вообще вылечат наконец-то уже? Меня вот это уже задолбало, честное слово. Это может длиться, как я понимаю, еще очень-очень как бы долго. Просто реально задолбало. Тормозит очень сильно. Дурацкое заболевание. Я вообще не люблю такие вот приколы, которые рандомные. То есть вот это заболевание, оно лечится рандомно. У него нету определенной продолжительности. То есть просто терпи и жди. Вот и все. Других вариантов нету. Так, и мы можем сделать класснейшую штукенцию. Наконец-то. У нас есть морозильная камера. Резина, пластик, набор интегралок. Ну, в принципе, да, все нормально. То, что надо. Давайте только из меди ее сделаем. Поставим одну вот сюда. Вторую мы поставим вот сюда. Вот это, конечно, хреновая, возможно, мысль. Хреновая в том плане, что если, мало ли, у нас будет солнечная вспышка, то здесь, допустим, однозначно не испортится. А тут испортится точно. Без электричества эта тема не работает, к сожалению. Так, что у нас тут по рису-то? Максимальный. Нет, парниша, ставим тебе высокий. Извини. Дальше что? А кто у нас там строитель-то еще? Джереми, да? Иди давай, строй. Строй эту камеру. Сюда мы только рис, наверное, разместим. То есть за одним ингредиентом, как минимум, бегать уже не будет сюда. То есть здесь будет постоянно лежать рис. А когда у нас будут роботы-маньяки, в смысле насильники, в смысле носильщики, то будет вообще все замечательно. Рис давай. Рис с максимальным приоритетом. Не, подожди, давай на всякий случай все запретить. Рис с максимальным приоритетом. Вот так. Так, и сюда, соответственно, мы с вами положим, наверное, йогурты. Готовы? Джереми, давай тоже дострой, пожалуйста. Нашим бойцам не надо будет бегать постоянно туда. То есть прямо здесь, рядышком со столом будет стоять вот эта штукенция. Сейчас посмотрим, кстати, какие у него параметры. Так, чего единица температуры, чего минус 22? Ээээ. А, фигня, короче. Привлекательность плюс 4, так что, в принципе, нормально. Кстати, еще и высота укрытия, вообще огонь. Так, и сюда мы ставим что? Максимальный приоритет. И ставим сюда йогурты. Йогурты фруктовые. С максимальным приоритетом. Превосходно. Сейчас сюда их натаскают. Будет хорошо. Так, а здесь у нас 220 риса поместилось. Мне нравится вот использовать такие, как бы, холодильнички. Многие скажут, что это какая-то фигня, это нафиг не нужно. Я никому, как я уже говорил, ничего не навязываю. Как хотите, так играйте. Мне нравится играть вот с такими вот, с кучей маленьких складов, когда все рядышком, все необходимое сразу под боком. О, Грини достроил здесь проволоку, наконец. Добыть не может. И здесь мы тоже, смотрите, докопали. Это значит, что мы можем следующую область уничтожать вот эту самую крышу. И самое стрёмное будет, на самом деле, уничтожение крыши... Подожди, тетя Ханя? А где Грини? Давай разбирай. Последнюю, короче, последнюю часть. Там надо будет по одному блоку скапывать, иначе все может рухнуть. Кстати, знаете что? Вообще-то, по идее, здесь уже можно реально вот так вот... Так, расширить область без толстых крыш. Вообще вот это все можно таким вот образом убирать. И... Один, два, три, четыре. Ну вот так вот, наверное, можно скапывать. Наверное. Тетя Ханя, давай, добывай. Откуда ты побежала-то? Что-то я понять не могу. Долго вы бомбили по поводу того, что... Почему Грини вот это все не делает? Так. Почему не убирает вот эту кишку? Ну, не кишку, это, скорее, наоборот, язык получается такой. Подожди, Ханя, ты же у нас строитель офигенный. По-моему, ты можешь здесь убирать крышу. Или же он все-таки не назначил, что здесь надо убирать ее? Не, он не назначил ее. Собака бешеная. Разобрать крышу. Копаешь и сразу же разбираешь. Главное, чтобы мы сейчас не закончили на моменте, что на Ханю убралась крыша. Будет... Обидно будет. Малость. Так. И надо бы как-то, наверное, вот аж досюда все это дело убрать. Давай мы сейчас еще вот здесь подкопаем чуть-чуть. Тетя Ханя, вперед. Вот можно, понимаете, можно вот так вот просто поставить задание. И копай, и пись оно, как говорится, все конем. Не обращать на это внимания. И, соответственно, мы будем значительно меньше времени тратить на игру. Но я так не хочу играть, ребят. Меня так не устраивает играть. Хотите, играйте. Это все к теме болезненного для меня сравнения с другими авторами. Как я играю, как другие играют. Я играю так, как я играю. Я это я. Нет такого понятия. Да, и сразу, ребят, скажу. Мне там просто... В прошлый раз, когда об этом говорили, там написали вот там вот такого-то действительно типа хуже. Нет, ребят, не хуже. Что значит хуже, лучше? Это такая игра, у которой... Ну, ее можно смотреть у кучи авторов. И у каждого автора будет по-своему прикольно. Блин, что я нажму. По-своему прикольно. Потому что, ну, такая игра. Она не может быть одинаковое... Прохождение по этой игре не может быть одинаковым у всех авторов. Я поэтому ее на самом деле и люблю. Так, гринни. Слушай, а можно, пока ты там лежишь, док подойдет, тебя аккуратненько полечит. Клево будет. Тебе бегать никуда не надо. Слушай, а может его еще и покормить сразу? Ха-ха-ха-ха. Блин, не получится. Его надо, это, бионикой зафигачить. Кто там ящик самогона нашел? Кристо. Блин. Продаешь, продаешь. Они находят, находят, блин. Че делать? Чудики. Тетя Ханя. Ну, последний блочок. Последний блочок. Вот так вот. Если бы это еще был не мрамор, было бы вообще чудесно. Потому что не мрамор... Ну, как бы, мраморные стены, они, ну, такие себе. Да что б тебя, а? Ну, почему ты не можешь разобрать сразу всю крышу, а? Точно ведь что-нибудь на голову обвалится. Засранка. Ладно, давайте скапываем следующий кусочек. И убираем лишнее. Так. Че вы куда-то там таскаете? А, вы уже, наоборот, сюда перетаскиваете блоки. Я вас понял. Как у нас там, значит, по обороне? Ну, более-менее. Стало чуть-чуть получше, чем было. И неплохо было бы... Подожди, че мы там изучаем? Энергетическое оружие, стационарные установки, че там у нас? Вулкан? Блин, это все не то. Нам нужны автоматические. Автоматические. Ну, до автоматических нам, по-моему, еще далековато. Примерно в районе, как раком до Китая, да? Мне кажется, их куда-то там дальше теперь зафигачили. Да, надо будет потом проверять, потому что я реально не помню. Все это очень сильно перелопатили уже не один раз за прошлый год. И если раньше я помню, где какие технологии находятся, то сейчас я ни хрена не помню, где что находится. Вот это вот туда давайте перенесите, и надо будет переработать. И все это замечательно. Оборонку мы какую-никакую сделали. Так, здесь давайте тоже поставим обязательно еще одну стеночку. Вообще, здесь вот все надо замуровать этими стенами. Просто залить бетоном нафиг. Ну, я не знаю, как это лучше сделать. Вот реально. Они могут с этой стороны спокойно долбиться. Они дурачки. Они могут здесь как бы абсолютно спокойно продолбиться. Если только здесь сделать бункер и отстреливаться с этой стороны, если кто-то сюда подваливает. С кучей дверей. Они, может быть, тогда здесь не пойдут. Других вариантов не вижу. Причем из железобетона. То есть, допустим, сделать здесь бункерочек. Одна сторона смотрит на эту сторону. Вот здесь вот, допустим. Да, чтобы фланговый огонь был. А другая сторона, ну, стеночка между ними. И другая сторона на эту сторону смотрит. Выходов на эту сторону мы не делаем. Вообще, только амбразуры и двери. И куча-куча дверей. Тогда, возможно, по механике. Так, а почему у меня здесь? Не понял вообще. Все отменить. Отмена. Короче говоря, по механике игры, тогда есть шанс, что, как бы, они здесь не пойдут. Черт его знает. Говорю, ничего, ничего не сделать. Просто ничего не сделать. Ничего не успеваем сделать за Сирию. Меня это очень сильно грузит. Хотелось бы как-то немножко побыстрее двигаться. Не то, что, как бы, я хочу быстрее закончить это прохождение. Нет, ничего подобного. Просто хочу побыстрее развиваться. Много всяких планов, и они все тормозятся. Ну, а в любом случае, нам пора заканчивать. Если вам понравилась эта серия, то ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите ко мне в Дискорд, на стримы. Везде буду рад с вами пообщаться. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова